Актуальная тема для всех автовладельцев, да и не только. Тема сейчас в нашей студии, которую будем обсуждать, звучит следующим образом. ДТП из-за неочищенных дорог. Кто виноват? Будем разговаривать со Станиславом Савчуком, председателем Краевого общества по защите прав автовладельцев. Станислав, доброе утро. Доброе утро. У нас сегодня первый гость. Очень ответственная, интересная тема. Действительно, в конце ноября, в начале декабря, выпало большое количество снега. Он до сих пор лежит, но если не в таком количестве на дорогах, то в дворовых проездах. Ну, везде, где, в общем, уложился. Что же делать, если вы попали в дорожно-транспортное происшествие? По вашему мнению, это случилось из-за неубранного снега. Какие действия? Действительно, было в декабре очень много обращений. Ноябрь, декабрь, связанные с дорожными условиями. Нужно водителям не забывать, что если такое событие произошло, даже если вы участвовали самостоятельно, без каких-то других автомобилей, никого не задели, улетели в кювет, там, либо занесло вас, то это ДТП, его нужно оформлять. Уезжать нельзя, да, потому что, возможно, повреждены какие-то другие элементы, там, заборы какие-то, там. Скрытые машины, например, да, там у себя, может быть. Да, поэтому надо обязательно остаться на месте ДТП и вызвать сотрудников ГАИ для дальнейшего оформления. То есть это ДТП, оно оформляется сотрудниками ГАИ. Для чего? Для того, чтобы нам в дальнейшем возможно рассмотреть вопрос о виновности дорожных служб, некачественного содержания дорог. На место приезжают сотрудники ГАИ и составляют схему ДТП. Здесь водителям нужно также четко понимать, из-за чего оно могло произойти. Либо это наледь какая-то, снег неубранный. Колея. Колея, колейность. В связи с этим это все должно быть отображено в схеме ДТП. Если вы там видео имеете какое-то на руках, с регистратора, камер наружных наблюдений, это очень хорошо. Но если не произвести замеры, высота, ширина, глубина, да, колеи, то на фотографии даже вы ее можете видеть. То есть она же имеет ГОСТы, да, то есть, так сказать. Колея имеет ГОСТы? Колея. Допустимые. То есть не только колея, да, есть какие-то ямы, да, неровности. То есть есть допустимые. Так сказать, элементы, да, которые могут присутствовать на дороге и не вызвать аварийную ситуацию. Поэтому мы должны это все замерить совместно с сотрудниками ГАИ и внести это в схему. Поэтому мы, когда вот рассматривали в декабре такие обращения, мы обращали внимание водителей, да, то, что, несмотря на то, что в схеме ДТП у них присутствует фраза, да, там пишется темное время суток, там улица такая-то, колейность, снежный накат, гололед. То есть сами эти слова, они не обеспечивают в дальнейшем доказательственную базу. То есть обязательно должны быть технические параметры внесены. То есть нанесена на дороге длина колеи, ширина ее, высота, чтобы мы уже понимали, что данная проезжая часть не соответствует ГОСТу. Хорошо. Ну а если это был гололед и на месте оказался сотрудник ДПС, каким образом измеряют вот это место, насколько оно скользкое? Ну да, как замерить гололед? Эта категория дел, она в основном, так сказать, невыигрышная, да, для водителей в связи с чем. Есть пункт 10.1, водители должны о нем помнить, по правилам дорожного движения. Двигаясь по дорогам, ты должен обеспечивать максимальное понимание, да, что есть дорожные условия, метеорологические условия, интенсивность движения. То есть ты при движении должен это учитывать. Даже если у тебя 60 км в час, гололед, ты его видишь, ты не должен с такой скоростью двигаться. Поэтому если ты будешь совершать такие действия, то ты не будешь обеспечивать постоянный контроль за своим транспортным средством. В связи с этим могут произойти какие-то заносы, да, и водитель, конечно же, будет виноват сам. Не в том, что гололед. То есть причина стала несоблюдение именно скорости. По практике выигрывают дела такие автолюбители или нет? Или смысла нет обращаться, как в очередной раз, с любыми другими вопросами порой в нашей стране? Потеряешь только время. Или есть смысл? Очень много спорных ситуаций, да. Если мы говорим про колейность какую-то, да, то эти дела, как правило, нам выигрышны, если в схеме ДТП отображены замеры этой колеи. То есть если они нанесены туда, да, то есть длина, ширина, высота. И вы попросили сотрудников в дальнейшем, как дополнительное доказательство, составить акт выявленных недостатков дорожного полотна, чтобы в отношении дорожников было отдельное административное дело. Тогда успех, так сказать, практически, можно сказать, обеспечен. Таких дел было много, безусловно. И дела эти выигрышные, если они правильно оформлены. Если мы говорим про гололед, то, как правило, такие дела процентов на 90, можно сказать, проигрышные. Недалеко от нашей телекомпании, если ехать по улице Молокова, убрали снег, и вчера был сюжет у наших коллег, значит, убрали снег, вроде бы как чистая полоса, да, а после перекрестка остался здоровенный сугроб. Ну, просто невероятных размеров, соответственно, полоса просто перекрыта. Здесь как быть в этом случае? Тоже рассчитывать на ситуацию водителей, дорожники ни при чем? Если мы говорим, что на проезжей части лежит какая-то куча вообще, то есть они чистили и навалили там, да, допустим, либо оставили какие-то клубни ледяные, да, то есть все погрузили, а там что-то отвалилось и просто лежит, то, конечно, подрядчик виноват здесь. Они чистили дорогу, убирали и загрязнили проезжую часть. Во-первых, они будут отвечать под инцертивной ответственностью, да, за загрязнение дорожного полотна, а во-вторых, и нести ответственность за причинение вреда вашему автомобилю, повреждений и так далее. А вот эти дела выигрышные. На что может рассчитывать владелец автомобиля выигрышное дело? То есть ему отремонтируют автомобиль? Здесь просто делаем оценку, извещаем обязательно дорожную службу, да, кто был подрядчиком, либо в чем ведении находятся данные. Может, это вообще дворовая территория, соответственно, там уже, конечно, недорожники отвечают. Да, не стоит забывать, потому что у нас территории поделены, и вот кому-то где-то... Территория торговых центров каких-то там, дворовая территория. Муниципалитета, дворовая, которая управляет. Дороги общего пользования. То есть ответчик всегда разный будет. Поэтому надо это установить и уведомить телеграммой, провести осмотр автомобиля, посчитать ущерб, и этот ущерб весь предъявить. Ну вот как-то сотрудник, значит, ГИБДД на одном из телеканалов давал комментарий, сказал, что на самом деле пострадавшему не обязательно устанавливать, чья это дорога, это должен установить суд отчасти. Ну то есть мы же не можем... Кому мы можем предъявить, да, свои требования? Вот на любой из дорог. Ну, здесь лучше обратиться к юристу, потому что суд не консультирует. То есть юрист подготавливает исковое заявление, если вы можете сами, сами можете подготавливать, и вы уже сами ставите ответчика. Кто ответчик? Допустим, вы поставили неправильно там какого-то ответчика, и в ходе суда возникла информация, что на самом деле подрядчик, там, либо обслуживающая организация... Там такая-то, да, либо наоборот, это вообще дворовая территория, там пограничная какая-то территория была, у нас такие случаи много было, и тогда вы ответчика меняете. Хорошо, а колейность на дворовой территории, это претензия к управляющей компании? Эти выигрышные дела, да, то есть также надо вызывать ГАИ, замерять, и претензия будет либо к ТСЖ, либо к управляющей компании. А здесь как по опыту? Здесь по опыту еще интереснее, то есть если вы житель этого дома, вы потребитель услуги, то есть это защита прав потребителей. Здесь у вас помимо того, что вы ущерб взыщете, вы еще получите штуфные санкции, моральный вред, неустойку, если они по претензии не ответят. Но на нашей практике, вот мы подавали несколько претензий к управляющим компаниям, больше половины было добровольно урегулировано, то есть управляющие компании со своими жителями досудебно урегулировали этот вопрос, тем самым не понесли там штрафные санкции, неустойки и так далее. То есть это истории про то, что можно там и бампер оторвать снегом, не знаю, и так далее. Ой, что только не происходит. Бывает даже у нас на практике была колейность, правда не видели, да, асфальтовая колейность, на Дрокинской горе, может кто ездит, там знает, то есть там серьезная колея была. И автомобиль один занесло на этой колее. Ну то есть асфальтовая колея вызвала, да, то есть это то же самое, что ледовая, да, были проведены грамотно замеры на месте ДТП, и в дальнейшем выделено отдельное в отношении дорожников дело, и в отношении этого водителя признали изначально виновным, что да, занесло, ты виноват был, не соблюдал скорость. Но в дальнейшем мы занимались этим делом, и этот автомобиль повредил еще шесть автомобилей. То есть его развернуло, это все было на скорости, на большой, там чудом без пострадавших обошлось. Еще шесть автомобилей. В дальнейшем в ходе разбирательства мы установили, что все-таки причиной ДТП стала, была видеозапись, то есть тоже спас ног водителя. Мы установили то, что виноваты на самом деле дорожники в том, что допустили такое состояние дороги. Их суд обязал по административному делу переложить асфальт, то есть асфальт был переложен на протяжении там более километра на этом участке дороги, и все участники движения в дальнейшем уже в суде взыскали с дорожников, именно не со страховых компаний, да, а с дорожных служб взыскали ущерб. Прекрасно. Таких историй должно быть больше, да, чтобы дороги содержали в чистоте еще лучше, Станислав. Савчук был у нас сегодня в гостях, председателя Краевого общества по защите прав автовладельцев. Помните, права у автовладельцев есть, так же, как и у других, да, граждан нашей страны. Будем ждать вас снова. Приходите, с удовольствием. Спасибо.